Всем привет, Максим, спасибо. Меня зовут Оля Косаткина. И сегодня я бы хотела поговорить о мотивации, почему она важна, и как можно сделать так, чтобы люди хотели работать именно с вами и хотели оставаться в вашей команде и в вашей компании. Пару слов о себе. Я отвечаю за развитие продукта Макроскоп. Это интеллектуальное программное обеспечение для систем видеонаблюдения с модулями видеоанализа нашей собственной разработки. И я уже более 15 лет в проектах, 10 лет в продакт-менеджменте, преимущественно это B2B сегмент. И как вообще я пришла к тому, что мотивация важна, и вообще о ней задумалась. Начинала я когда-то с того, что руководила отделом инженеров-проектировщиков, и там вопрос мотивации у меня вообще не вставал сотрудников, потому что все было просто и понятно. Люди были и так замотивированы тем, что есть работа, есть проекты, и стабильно выплачивается заработная плата. Но как только я пришла войти на позицию продакт-менеджера и на смежные какие-то позиции продакт-менеджера, бизнес-аналитика, я поняла, что не все так просто. И очень важно сделать так, чтобы люди вовлекались в твои задачи, в твои проекты и шли к твоим целям. И на самом деле самая такая болевая точка была, когда я вернулась в компанию Макроскоп с тем, чтобы формировать команду продакт-менеджмента. И здесь получилось так, что около года мы работали с текущей командой, и, к сожалению, большому пришлось проститься с некоторыми участниками, потому что просто не нашли коннект в чем-то. И тут я начала задумываться, а что вообще важно, как сделать так, чтобы команда работала эффективно, как сделать так, чтобы каждый человек чувствовал себя значимым и нашел свою роль в этой команде. И со всеми этими вопросами я формировала новую команду, набирала очень тщательно, подбирала. Что для меня мотивировать означает? Мотивировать — это значит создавать такую среду, в которой активизируются сильные стороны человека, ключевые стороны, и он может как-то реализоваться, развиваться хорошо. И в то же время какие-то ниточки во внутренней мотивации затрагиваются таким образом, что в итоге решаются и задачи команды, и задачи компании. Зачем вообще в принципе мотивировать? Ведь мы платим зарплату. Наверное, такой вопрос у многих возникал. У меня тоже когда-то. Мне казалось, что достаточно просто повышение зарплаты, и, собственно, человек будет здесь, и будет рад. Но, как показал и личный опыт, и опыт моих коллег, с кем я работала, все не так просто. И зачастую влияние оказывают какие-то другие факторы. Например, комфорт какой-то определенный психологический в команде и в компании. Какие взаимоотношения с руководителем, внутри команды, вне команды. И также может ли человек здесь себя реализовать и достичь каких-то результатов. И, на мой взгляд, есть проблема некоторая, что специалисты любого уровня, даже начинающие, которые всего год проработали в компании и успели прокачаться, они в любой момент могут взять и уйти, и покинуть компанию, потому что просто на рынке много интересных других предложений. И лично для меня есть боль, что если ты нашел классных толковых ребят, а это не так просто в наше время, они прокачались до нужного уровня, и уже команда отлично, эффективно работает, как же сделать так, чтобы они все-таки оставались с тобой? Вот представьте, что вы прокачали команду, потратили время на это, и вдруг один или несколько человек решили просто уйти. Что же нужно, как можно нивелировать риски ухода, и какие можно меры предпринять, и как вообще работать с людьми. И всегда ли дело в деньгах? Мой ответ – нет, далеко не всегда, не для всех, по крайней мере, не для всех категорий, не для всех типов людей. Но посмотрим на цифры. Из опроса product sense и нотологии мы видим, что на 70% выбор вообще компании работы зависит от продукта и тех задач, которые будет решать человек. И только на 52% от уровня заработной платы. Также важны профессиональный рост, уровень самостоятельности, и очень важно, кто руководитель как личность, что для меня на самом деле открытие. И что влияет на то, чтобы человек чувствовал себя гармонично и комфортно. Влияют понятные приоритеты, грамотный менеджмент, поддержка руководителя, и заметьте, поддержка руководителя в один ровень с отношением коллег и с уровнем заработной платы. Ну и наоборот, что снижает работоспособность? То есть это хаотичность в задачах, неинтересные задачи, отсутствие роста, отсутствие развития. И на последних местах находится как раз-таки, на 10-м месте находится низкая заработная плата и отсутствие признания. И заметьте, отсутствие поддержки руководителя все-таки более высокую позицию занимает. Все это очень важно. Таким образом, что получается, что если лидер, продакт, руководитель, управленец любого вообще формата правильно выстраивает работу с командой, находит вот эти вот самые ниточки, за которые можно потянуть и сделать так, чтобы человек раскрылся, раскрыл свой потенциал, то в таком случае люди, они вовлечены, они любят свою профессию, с удовольствием ходят на работу, они инициативны, они предлагают новые идеи, они сами находят пути решения каких-то проблем, и они привержены целям компании. Но как найти подход каждому и команде в целом? И на самом деле это не так просто, потому что все люди разные, что одному хорошо, а другому человеку плохо, и люди совершенно по-разному реагируют на одно и то же действие, на одно и то же слово. И что в нашей компании, на что мы вообще опираемся в поиске вот этого подхода? Это два инструмента, две методологии. Типология личности диск и тип мотивации по Герчикову. Кратко пробежимся, что это такое. Типология диск, она говорит нам о том, что условно всех людей можно подразделить на четыре сегмента. Красный, желтый, синий, зеленый условно. Наверху, в верхней части диска находятся люди, склонные к экстраверсии. В нижней части люди, склонные к интроверсии. Слева мы видим людей, которые ориентированы, красный и синий сектор, ориентированы на принятие решений на основе логики. И анализа справа, желтый и зеленый сектора – это люди, которые больше этики, они в основном принимают решения на интуиции, на каких-то чувствах. Если кратко, красный квадрант, красный сегмент – это люди доминирующие, яркие, ориентированные на результат, уверенные в себе. Желтый квадрат – это люди, оказывающие влияние. Они дружелюбны, открыты, оптимистичны. Зеленый квадрат – это люди постоянства, надежные, терпеливые, поддерживающие. Синий квадрат – это люди с аналитическим складом ума, такие структурные, очень последовательные. Зачем стоит наблюдать, чтобы определить тип человека по диску? Прежде всего, это то, как он выглядит, его манера говорить, голос, как он одевается, как устроено его рабочее место. По всем этим признакам уже можно отнести к тому или иному квадранту. Доминантные люди, их очень видно, они очень яркие, они влиятельные, они уверенные в себе, они громко и уверенно говорят. Они ориентированы на действие и на получение результата. Одеваются, как правило, под задачу, в соответствии с задачей могут иметь статусные аксессуары, и на рабочем столе какие-то регалии могут тоже наблюдаться у них. В чем преимущество этих людей? Эти люди, они заточены на действие, на получение результата. И им можно дать любой сложный проект, который нужно сделать в сжатые сроки, потому что они готовы быстро к нему приступить, их не пугают какие-либо сложности, и в любом случае они доведут до конца. Но при этом они не любят контроль, и бывают риски в общении, необходимо поэтому эти моменты вовремя отслеживать и давать какую-то обратную связь корректирующую. Люди, айки, так называемые, желтые люди, желтого сегмента, это люди очень открытые, жизнерадостные, оптимистичные. Как их распознать? Они, в принципе, очень яркие, эмоциональные, они много говорят, вовлекают в свои идеи, такие веселые, шумные, ярко, как правило, одеваются, могут одеваться даже вызывающе. И на столе у них бывает зачастую творческий беспорядок. Преимущества таких людей, они креативные, они способны видеть картину целиком, способны вовлекать других в свои идеи и вести за собой, зажигать других. При этом они не любят рутину и неинтересные задачи, и могут как-то пытаться от них избавиться, поэтому за этим тоже надо следить. Зеленый сектор – это люди постоянства, очень надежные, ответственные, уравновешенные. Они, обычно, очень спокойные в общении, не такие яркие, как желтые и красные. Но, как правило, они просто комфортно одеваются и достаточно скромно, и больше слушают, чем говорят. Преимущества таких людей – они классные командные игроки, они всегда поддерживают команду в трудной ситуации, если что-то происходит не так, они вытаскивают команду. То есть они ответственные и трудолюбивые, но они не могут зажигать других, в отличие от желтых, красных, и они могут еще взять на себя задачи, которые им не по силам, просто чтобы помочь другим. Тоже необходимо это контролировать. Синий тип по диск – это люди аналитического склада, логики структурные, педантичные. Как правило, они немножко суховаты в общении, мало говорят, в основном все по делу, и выясняют много деталей, бывает, для того, чтобы там все проанализировать хорошо. Одеваются тоже достаточно скромно, комфортно, и, наверное, их можно выделить от зеленых тем, что логически структурирована все-таки у них очень речь, прям видно, что человек системен. Их преимущество – то, что им можно дать любой сложный проект, в котором необходима какая-то глубокая аналитика, необходимо структурировать данные, они справятся лучше всех, они тоже ответственные, трудолюбивые, но они не могут генерировать какие-то крутые идеи, в отличие от желтых, и также они могут закопаться в деталях, и тогда нужно им помочь оттуда выбраться и прийти к истине, иногда нужно их направить. Таким образом, если в команде собрались все четыре типа, то команда вообще может быть суперкомандой и самой амбициозной цели достигать. Но есть одно но, не бывает чисто красных, желтых, зеленых или синих людей. Как правило, люди сочетают в себе два сектора смежных, например, желтый-зеленый, красный-желтый могут быть, либо вообще там из трех каких-то сегментов. Ну, а лидеру, вовлекатору вообще важно уметь развивать в себе все вот эти вот стороны, чтобы грамотно уметь коммуницировать с каждым человеком и выстраивать с ним отношения на той ноте, к которой он привыкает, которая ему понятна на его, в общем, волне. Далее, тип мотивации по Герчикову. Выделяет Герчиков пять типов. Это инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйственный, избегающий. Кратко тоже пробежимся. Инструментальный тип заточен на деньги, на материальные блага, на их получение. Их демотивирует как раз-таки отсутствие или лишение этих благ. И чем они хороши, что они тоже готовы браться, в принципе, за любой проект, для того, чтобы просто заработать. Они часто строят карьеру вверх, чтобы больше зарабатывать. Недостатки у них. Ну, недостатков, ладно, пойдемте дальше. Инструментальный тип. Профессиональный тип. Это люди-эксперты, которые заточены на профессиональное развитие, на обучение. Для них важно развиваться. И они часто строят именно горизонтальную карьеру, качаются в этом плане. Их демотивирует отсутствие путей роста, рутинные задачи и непрофессионализм вокруг. Патриотический тип. Это люди, которые нацелены на команду. Они готовы делать все для того, чтобы в компании все было хорошо. Их мотивирует похвала от руководства, возможность выстраивать отношения и идти вместе к большим целям. И демотивирует обратные ситуации, когда им мало признания от вышестоящих людей. И они не могут себя проявить, как-то помогать коллегам. Также конкурентная среда им тоже некомфортна очень. Хозяйственный тип. Это люди, которым можно доверить любой блок, задач, направление, команду. Они привыкли сами подбирать ресурсы, полностью там в свое ведение замкнуть какое-то большое направление. И им не нравится, когда нарушают их границы, что-то навязывают и советуют. Поэтому можно смело им все отдать и пускай делают. И последний тип, избегающий. На самом деле в IT-компаниях такой редко встречается тип. По большому счету это люди, которых ничего не мотивирует. И они ходят на работу для того, чтобы просто заработать себе на жизнь. Где мы применяем данные методологии? Во-первых, при найме людей, чтобы правильно подобрать команду, чтобы не накренило куда-то в определенную сторону ее. При адаптации сотрудников и при постановке задачи, при прокачке. И при работе с командой. При постановке командных целей. И при проработке карты развития каждого сотрудника. Например, командные цели. Как могут отличаться? Если команда больше содержит в себе желто-красных людей, то есть таких креативщиков, амбициозных, тогда им можно ставить какие-то крутые цели. Например, какие-то инновации в продукте сделать. Если в команде больше сине-зеленых людей, в таком случае с этой командой нужно более мягко, более гибко работать. Но эти люди, они более постоянные, опять же, они готовы любые задачи, в принципе, решать. Но чисто какие-то, ну, какие-то очень высокие цели, они достигнуть навряд ли смогут. Им необходимо присутствие желтых и красных в команде. В чем основной посыл? Что такое мотивация? Какой она должна быть? Она должна быть адекватной потребностям сотрудников и позволять человеку реализоваться в команде и в компании. Что может служить демотивацией либо мотивацией? Это задачи и то, как они ставятся, обратная связь и то, как она делается, то, какой метод контроля выбран, понимание пути собственного развития, командные цели. Посмотрим на лодку. В лодке у нас кто-то гребет, кто-то знает, куда идет, но не гребет, кто-то не знает, куда идет, не понимает, но гребет. И есть кто просто ничего не делает, наслаждается видом. Те, кто зелененькие и гребут, у них, скорее всего, все хорошо. Значит, их и зажигают цели, им интересны задачи, и все отлично собрать на связи. Те, кто знают, все понимают, но по каким-то причинам не гребут, скорее всего, их не зажигают задачи и не зажигают цели. Нужно над этим поработать. Те, которые гребут, но не знают, куда, скорее всего, это люди, как раз-таки командные игроки, зеленые по диск, либо патриотического типа мотивации. Им просто важно помочь команде, чтобы команда двигалась вперед. Они могут даже до конца не принимать целей. И те, кто наслаждается видом, скорее всего, есть сбой по нескольким или большим параметрам, каким-то факторам, и необходимо анализировать и разбираться, что не так. Пример. Возьмем двух аналитиков. Давно у нас такая ситуация была. Два аналитика, оба начинающие, джина. Один из них желто-красный по диск и профессиональный тип мотивации, а другой синий-зеленый с патриотическим типом мотивации. При этом красный аналитик, он уже работал в компании, в другом подразделении и планировал уходить из компании. Ему было неинтересно там, при этом его привлекал продакт-менеджмент и все, что с этим связано. Ему казалось, что вот здесь вот точно его. Он прекрасно сделал тестовое задание, и мы взяли его в команду. При этом задачи, которые были поставлены, были сразу достаточно высокого уровня сложности. Такие, что за пару месяцев их не решить. И тип контроля был такой периодически, либо по возникновению каких-то проблем и сложностей. То есть, в принципе, сказали, ну вот делай, разбирайся. В итоге человеку, ему было тяжело, уже практически тоже где-то был на грани ухода, потому что думал, что не получается, но все-таки за 5-6 месяцев добил все эти задачи, мощно прокачался сразу до второго грейда, и сейчас уже приходит на позицию продакт-менеджера. Во втором случае, синий-зеленый тип, патриотический склад. Здесь было понятно, что человеку нужна будет поддержка, помощь какая-то, поэтому сказали, что у тебя будет наставник, с которым ты можешь работать, который будет отвечать на твои вопросы, тебе помогать. И был пошаговый контроль. Задачи при этом были такого невысокого уровня сложности, чтобы человек мог постепенно влиться, комфортно себя чувствовал. В итоге успешно был пройден испытательный срок, и человек был переведен на следующий грейд. Вроде бы все просто, все логично, но давайте представим, если бы было наоборот. Вот если бы мы амбициозному красному вот этому аналитику дали какие-то простенькие задачи и постоянно бы его контролировали, скорее всего он бы сказал, что-то мне опять неинтересно, все не то, и просто бы все-таки ушел из компании. И наоборот, если бы мы синий-зеленому дали сразу сложные задачи и оставили бы его одного, практически не контролировали. Во-первых, он бы, скорее всего, не справился с задачами. Во-вторых, также бы демотивировался, подумал бы, что что-то не так с ним или что-то не так с тем местом, где он находится. И просто мы тоже бы потеряли человека. А в данном случае все хорошо и прекрасно себя чувствуют. Оба специалиста развиваются дальше в компании. Был кейс, такой еще, кратко по нему пробегусь, время заканчивается. Была боль на всю компанию, доп. продукт, который должен был рассчитывать сервера для нашего продукта, сервера для видеосистемы. Сильно он стал на несколько релизов, в продукте уже появилось очень много новых модулей, но в калькуляторе не были учтены. Нужно было срочно актуализировать его. И взял на себя эту роль продакт-менеджера и продакт-менеджера, разработчик зелено-желтый с патриотическим типом мотивации. И понятно, почему взял. Во-первых, переживал за компанию Патриот. Во-вторых, желтый, он хочет попробовать себя действительно пововлекать, этот процесс повстраивать. Результат получился 50 на 50. Человек довел все до конца, получился новый калькулятор, но при этом он сильно устал, демотивировался и сгорел. Про что этот кейс? Про то, что если у человека есть способности и есть желание и мотивация, то можно ему все-таки дать и верить задачу такую. И человек, в принципе, может ее и подтянуть, и сам как-то тоже. Для него это тоже развитие. Но при этом нужно четко отслеживать его состояние, чтобы вовремя как-то с этого пути его, так скажем, поблагодарить и уже отпустить. Все, что он мог, он сделал. И дальше уже это тут задача не его выстраивать процессы, вовлекать другие подразделения в этот процесс. Это уже больше нужно другого человека, может быть, синего, сине-зеленого по типу. Как мы меряем уровень мотивации сотрудников в компании? У нас раз в год проводят опрос вовлеченности людей в работу. И по последнему срезу получились вот такие хорошие приросты у команды продакт-менеджмента. Прежде всего люди поняли, что они могут расти и развиваться вместе с компанией. Ну и также улучшить отношения с руководителем и в целом заинтересованность в задачах. С чем бы я хотела, чтобы вы сегодня ушли? Я бы хотела, чтобы вы посмотрели, а как состояние вашей команды или тех людей, с которыми вам приходится работать. И попробовали разобрать, кто есть, кто в вашей команде. Кто в лодке, кто не в лодке, кто гребет, кто не гребет. И почему так происходит. И первый шаг – это разложить команду по диск, определить тип мотивации каждого по Герчикову. В интернете есть тесты, если не найдете, то я смогу скинуть. Далее. Составить таблицу характеристики команды, как в свое время делая, чтобы у вас было понимание картинки, кто у вас на каком месте, какие у вас игроки в команде превалируют. Возможно, стоит ее немножко скорректировать. Если, например, в команде много красных, 70% красных игроков, возможно, в команде много конфликтов и конкурентная среда, что не очень комфортно бывает. Второй шаг – определить, где кто находится в лодке, почему он именно там, чего ему не хватает. И выберите способы мотивации, либо поддержки для каждого члена команды, исходя из того, что вы проанализируете вот эти вот пять факторов, все ли в порядке с обратной связью, интересны ли задачи, зажигают ли цели, и понимает ли человек, куда ему развиваться дальше. И накидайте карту развития каждого человека, обсудите с ним свое видение и скорректируйте. И тогда люди будут понимать, что вы заинтересованы в их развитии, в их самореализации и здесь, и в компании в целом. Будут благодарны за это и, скорее всего, останутся вместе с вами. Благодарю за внимание. Если остались вопросы, можете написать мне в Telegram. Спасибо за доклад. Так, друзья, есть ли вопросы? Пожалуйста. Ух, колес рук. Привет, спасибо большое за доклад. Можно шагнуть на слайд, где нарисована лодочка, любой из двух. А откуда взялись эти проценты? Это какое-то исследование или это примерно? Нет, нет, это просто пример какой-то команды, просто одной из, которые может быть. То есть проценты абсолютно разные могут быть. Нужно проанализировать, что у тебя происходит как раз-таки в команде, кто у тебя еще старается играть, кто почему-то ничего не делает. Ладно, я тогда второй вопрос закину сразу. Допустим, у меня вот есть команда, и я не… Ну, как мне определить, кто какого цвета? Это типа на глазок или, я не знаю, какие-то тесты есть? Кто какого цвета по диск? Ну, выше я рассказывала, как раз-таки по внешним косвенным признакам. Ну, вот красным очень легко, вот яркий пример Жириновский. Вот они вот такие вот активные, они такие очень яркие, амбициозные, уверенные в себе, резкие в общении. Желтые – это такие оптимисты, оптимисты, весельчаки, рубаха-парень – это вот желтые люди. Зеленые – это обычно спокойные, дружелюбные, которые налаживают контакт со всеми. Синие – это аналитики. То есть если человек вот такой очень структурный, много вопросов задает по деталям, пытается там как-то что-то проанализировать, но их тоже заметно, разработчиков очень много как раз-таки синего типа. То есть такие люди, люди, которые вот больше интроверты, они работать привыкли самостоятельно, все анализировать, структурировать. Примерно так. Я поняла, на глазок. Нет, есть тест, есть тест для диск, есть тест для типа мотивации по Герчикову, они есть в интернете, если не получится найти, то я сброшу. Ну и типа приходишь в команду, говоришь, ребята, садимся проходить тест, я что-то про вас выясню сейчас. Я как делала? Я, во-первых, мне интересно было самой определить, вот насколько я это все усвоила. Я определяла сначала сама на глаз по этим признакам, потом просила, да, пройди. Да вообще, при найме я даю, всегда даже на собеседование человек приходит, я прошу потом вот на этапе собеседования пройти этот тест. Потому что это важно все равно, кто придет в команду. Мне всегда нужно много красных в команде, вот я вот стараюсь избегать вот этого, потому что бывает реально сложно. Тест прошу пройти. Еще и мне нравится именно вот это все смежить. Правильно ли я там вообще угадала, совпадает ли. Ну часто совпадает, наверное, 80-90% совпадает. Понятно, спасибо. Так, спасибо. Еще здесь у вас есть вопросы? Здравствуйте, Владимир, компания Лайм ТВ. У меня такой вопрос. Почему вы используете вот именно эти типологии, а не скажем MBTI, которые де-факто стандартно западили сонику в России? И второй вопрос. Есть ли у вас какие-то метрики, которые позволяют оценить эффективность применения вот этих типологий для развития персонала? Спасибо. Ну, первый вопрос, почему эти методологии? Потому что мы проходили обучение, как раз-таки по ним где-то два года назад, и они показались интересными, просто мы их взяли для себя и в компании практикуем. По метрикам я показывала, здесь у нас замеры проводятся раз в год, вовлеченности, и вот по команде product management, конкретно по моей, вот такие приросты. Ну, там по другим блокам показатели тоже приросты положительные, просто я вынесла только некоторые блоки, которые, то есть вот можно судить косвенно по вот этим приростам, что значит все правильно выстраивается, люди замотивированы, все хорошо. Здравствуйте. А можно вот слайд опять с этой лодочкой? С лодочкой? Да, с лодочкой. Там вот есть вот эти проценты, про которые уже спрашивали, а если говорить о распределении вот этих процентов, то идеальная команда, ну вот условно продуктовая команда, вот эти проценты, они как должны условно распределяться между вот этими ролями? Тут каждый сам решает, для меня идеальная продуктовая команда, когда все грибут, все 100% грибут людей. У меня так и есть сейчас, например, в команде. То есть у вас все команды, вот условно все зелененькие? Я про команду, нет, нет, смотрите, здесь это другие уже, у нас индикация другая. В этой лодочке, вот они все грибут 100%. Да, и зеленый здесь означает, что люди грибут. Не то, что они зеленый панец, а то, что они грибут. Я поняла, да. То есть 100% должно быть. И вот эта картинка, это не идеальная команда, да? Это не идеальная команда, это какая-то команда, да. Но вот цель, допустим, у меня как у лидера, как у руководителя, сделать так, чтобы все грибли, чтобы всем было интересно, и все старались вот этим командным целям, к целям компании грести. И, соответственно, оставшихся нужно либо выводить на грибут, либо удалять. Ну, получается, что так, к сожалению, да. Либо вы с ними работаете и все вот эти вот корректируете, все вот эти пять факторов, все становится хорошо, они начинают уже грести. То есть находится для них эта мотивация, интерес и так далее. Как-то вот выстраиваете с ними все-таки хорошие взаимоотношения, эффективные. Либо, если это не получается, то приходится расстаться, да. Спасибо. Так, еще один вопрос. Тут были. Нет? Вон, пожалуйста. По поводу оценки удовлетворенности. Вот там показывала слайд. Он анонимный был или нет? А? Анонимный. А он анонимный? Ну, нет, я-то вижу по своей команде кто-кто. А по всей компании нет. Просто, ну, как показывает практика, сто процентов или пятерки такого не бывает. Тем более отношения с руководителем, ну, ну, просто не может быть у всех хорошие отношения с руководителем. А у нас бывает? У нас бывает. Это интересно. Ну, окей. Ну, ты просто не такая большая команда, чтобы вы понимали. Команда небольшая, продакт-менеджмент. Ну, и все знают, наверное, да, что засветишься сразу. Нет, они этого не знают. Они честно оценивают. Окей, спасибо. Окей, спасибо большое. Давайте поаплодируем. Так. Спасибо.